Город Магнитогорск, улица Советской Армии, 31А. Господа интернет-зрители, к сожалению, то, что продается здесь, в магазине стендового моделизма, по интернету не распространяется. Поэтому приезжайте в наш любимый Магнитогорск, подивитесь, по крайней мере, на огромный комбинат. Ну, а тот, кто живет в Магнитогорске, естественно, стендовый моделизм это для вас. Дешево и доступно. И при этом ассортимент, которого нет ни в одном магазине игрушек. Давайте еще раз прогуляемся и посмотрим, что же новенького я копал из страниц истории. А вот про эти коробки я могу говорить многое. Да потому что это страницы истории, да потому что все они разные. Представьте, сотни видов оружия, самолетов и судов вы можете собрать сами. Зарекался я смотреть отечественные фильмы. И вот поставил Дом.ру, в принципе, неплохой подбор каналов. Два раза, честно говоря, обломался. Последний раз был вообще жестко. Сижу я что-то, ну, естественно, соображаю. Естественно, соображающие жидкости. Вот. И идет фильм «Белый тигр». Думаю, вот его же номинировали на «Оскар». Дай посмотрю. Господи, боже мой, какая бредятина, а. То есть я потерял два часа просто своего времени для того, чтобы в очередной раз убедиться, что снимать у нас ничего не умеют. Вот. А делать-то, кстати, умеют. Вооружение неплохое умеют делать. И даже если эта техника из 60-х годов, БТР-60, ПБ, то есть любую технику можно настолько сильно модернизировать, что даже танк времен Второй мировой войны, ну, к примеру, ИС-3 с хорошей пушкой, вот может еще и послужить. А здесь ставится моя любимая пушка с БМП-2 и комплекс зенитно-ракетного вооружения. Ну, еще и спаренные пулеметы. То есть, в общем-то, еще не все мы так потеряли. Игрушки ли это для взрослых? Нет. С пяти лет можно начинать работать головой и руками. Я свою первую модель, к примеру, собрал в первом классе. Чем вы интересуетесь? Ну, в основном танками. А что подвигло? Да, в принципе, ничего. А с детства занимался вот стендовым моделизмом? Занимался. Ну, как бы с детства где-то, да. А раньше, по-моему, такого выбора не было, да? Ну, конечно, не было такого. Раньше только звезда выпускали, в принципе, все. Больше никаких не было. Сейчас стендовый моделизм, он доступен здесь вот? Конечно, доступен. Я что-то не въехал, но понеслось же. Мы вернулись на землю и спустились с небес. Да, богато с деньгами нам не жить. Но можно жить более достойно, чем это было во времена СССР. Да потому что есть все. Любое хобби, любой вид спорта – это доступно. И даже в нашей дыре. Так что, может, в себе поковыряться и вернуть былые навыки. Про самолетики. И теперь уже достанется, наверное, нашим новостным каналам. Не так давно, где-то, то ли в Германии, то ли в Англии, в реке раскопали самолет Ю-87. Вот, и сразу стали искать, где же там второй двигатель находится. Я хорошо знаю, что такое самолет Ю-87. Вот он, вот такая штука. Пикирующий бомбардировщик, у которого колеса не убирались. А здесь ставился такой вентилятор, чтобы устрашать противника. То есть пикируют, гудит и все. То есть какой-то второй двигатель. Потом все-таки поправились. Юнкерс-88. Там действительно было два двигателя. А вот такие самолеты у нас летали до 50-х годов. Этот Focke-Wulf 190. Ну, там вообще-то Дэшка была. Но, тем не менее, они хорошо служили на Северном флоте. Забавно то, что все мои знания подчеркнуты не из Википедии и энциклопедии. Это плод общения с людьми заинтересованными. У них и опыта, и навыков-то побольше. А мне лично интересно то, что и в 40 лет есть чему поучиться. А есть еще такие вещи, которые не летают и не едут. И не плавают. Это судно на воздушной подушке. Отечественная военная промышленность делала в свое время такие мощные вещи, как экранопланы. Орленок. И самый мощный. Лунь. Который, ну, не угрохали. Он стоит в глубокой консервации. И это просто потрясающая машина. Которая ездит над водой со скоростью 500, а может быть 700 км в час. И при этом несет мощнейшее вооружение из-за гиперзвуковых ракет «Москит». То есть вышла такая машинка, радаром она не обнаружается. Хлоп, и нету фото противника. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что тот человек, который пришел на смену воришке мебельному, который натырил себе там 700 миллионов рубликов, это просто квартирки. Так вот, господин многоуважаемый Шойгу займется, и мы очень быстро вместе с Владимиром Владимировичем Путином и Дмитрием Медведевым восстановим нашу легендарную армию. Ну, а вот этих вещей, к сожалению, здесь нет. Зато вы можете собрать в масштабе 1 к 72. Сюда на воздушной подушке, ну, пусть это будет американская, ничего. А если же рук совсем нету, еще раз напоминаем, что модели в масштабе 1 к 72 здесь есть собранные. То есть, вот такую штучку просто поставили у себя на столе где-нибудь, да? Кто-нибудь в гости пришел и удивился. Оказывается, наверное, у вас руки есть. Или они есть у вас, все-таки. Я как-то недавно понял, что хоть человечество и тупеющая нация, а иначе и быть не может в среде, в которой выживает не умнейший, а глупейший, и не делайте круглых глаз, общество социально заточено, то поднемочных. Быть овощем стареющим как-то не хочется. А тем более, имея сына. Мы тут с дедами посовещались, с дедами-творцами, мыслителями и моделистами. Так вот, поделюсь секретом. Человек ощущает себя молодым и целеустремленным только в том случае, когда творит всегда. И мне, конечно, абсолютно фиолетово, что в мозгах у тех, для кого ассоциации себя с быдлом не вызывают возмущения. Я лично найду себе возможность оторваться и поучиться. Благо, есть для кого. А ваша жизнь – это ваше существование. Дай бог, чтобы оно не было от звонка до звонка и с субботы до воскресенья. Тут ведь главное понимать, какова она история. Дело в том, что мы ее, по сути-то, и не знаем. Она была у нас представлена с позиции неплохой, кстати, коммунистической партии Советского Союза. Но она немножко другая. А для того, чтобы ее поизучать, да так, чтобы детально, вот для этого-то и существует стендовый моделизм. Там есть вкладыши в каждый конструктор, в которых описывается, как сделана машина, где она эксплуатировалась и что она из себя представляет. Поэтому стендовый моделизм – это лучшее занятие из основ истории. При этом вы что-то собираете и конструируете. Это очень-очень положительный момент.